Владимир, добро пожаловать в нашу лондонскую студию. Рада вас здесь видеть. Надеюсь, что в первый, но не в последний раз. Ваше пребывание в Лондоне является прямым следствием того, что, по вашим собственным словам, вы как-то в какой-то момент неожиданно втянулись в политику. Неожиданно для себя даже. Да, безусловно. Я никогда не планировал жить в Лондоне. И мое здесь пребывание является вынужденным, поскольку оно является результатом того, что против меня в России завели политически мотивированное уголовное дело. И поэтому я в тот момент был в Англии. И после определенных тяжелых раздумий пришлось мне здесь остаться. Ну вот, когда вы говорите о политической мотивации уголовного дела, там ведь деньги были замешаны. Всегда есть деньги. Всегда есть деньги. И сейчас во все дела такие громкие, резонансные, так или иначе, этот денежный вопрос, он не исчезает. А почему политика так тесно пытается сейчас завязаться на деньгах? По-другому не получается в России? То есть, организовать такие преследования, как вы говорите. Ну, в принципе, преследования политических активистов проходят по разным статьям. Мы знаем, что по делу Болотной, за какие-то небольшие нарушения, которые даже неизвестно, были они или нет, было осуждено больше 20 человек. Сейчас остается в тюрьме 10 человек. Мы с Алексеем Навальным занимаемся борьбой с коррупцией. И, наверное, власть придержащая, они хотят именно использовать какие-то экономические преступления, обвинять нас в мошенничестве по разным делам для того, чтобы иметь возможность оказывать на нас давление. Ну, в результате которого мне пришлось покинуть Россию. Алексей сейчас имеет условный переговор, который не позволяет ему, например, баллотироваться на выборах. Олег Навальный, наверное, наиболее драматический пример. Сейчас у него срок 3,5 года. Он сидит в колонии в Орловской области. И в особенности на него, в последнее время на него большое оказывается давление. Его помещают в следственный изолятор и перевели на строгие условия содержания. Это все делается для того, чтобы повлиять на Алексея и заставить его замолчать. Ну, если Алексей Навальный сейчас уже баллотироваться не может, что еще пытаются добиться? Чего еще? Сложно сказать. В принципе, такого рода давление оказывается на многих людей, которые заявляют независимую позицию. Алексей за последние несколько лет превратился из блогера, из адвоката, из борца с коррупцией. Наверное, самого такого авторитетного российского политика на демократическом фланге. И, безусловно, эта роль не дает покоя российским властям. Вы сейчас заговорили о трансформации Алексея Навального из фигуры такой, ну, которая находилась в публичном дискурсе, чисто политический дискурс. Говорят, что вы, в частности, являетесь создателем бренда Навальный. А бренд Навальный существует? Ну, наверное, у любого публичного человека есть какой-то имидж. Может быть, не всегда верно применять такие маркетинговые термины, как бренд, к конкретным живым людям. Ну, действительно, мы с Алексеем познакомились, наверное, в начале 2010 года и стали взаимодействовать. Я стал ему помогать в области расследований. Тогда он в основное время посвящал раскрытию разных случаев мошенничества и злоупотребления в крупных российских компаниях. Потом от этого мы перешли к гражданским проектам «Распил», запустили инициативу по краудфандингу. И затем это все трансформировалось в политическую деятельность, в участие в выборах в 2013 году мэр Москвы. Это была такая беспрецедентная кампания, когда независимый кандидат смог и привлечь большие финансовые ресурсы, и привлечь около 40 тысяч волонтеров, которые занимались, помогали в рамках кампании. И добиться существенных результатов против текущего мэра Собянина он набрал почти 30% голосов. До того, как вы встретились с Навальным, вы были очень успешны в мире бизнеса, а потом перешли в гражданскую активность. Получается, что? Что вас заставило поверить в то, что это может быть успешной деятельностью? Что вас заставило поверить в Навального? Действительно, большая часть моей карьеры была в финансовых инвестициях. Но я всегда интересовался политикой. И Алексей, когда я стал читать его блог, следить за ним, он как-то подкупил меня нетрадиционным подходом. Он не просто говорил о коррупции. Он пытался подавать иски в суды, добиваться информационной прозрачности крупных компаний. И поскольку мой опыт в значительной области был в корпоративном управлении, у меня возникло желание ему помогать. И так с этого все началось. И когда я понял, что наши такие достаточно любительские усилия... У меня в тот момент была полноценная работа в Альфа Групп. То есть я этим занимался в свободное от работы время. Его адвокатский офис состоял из трех человек. То есть ресурсы наши были совсем небольшие. Но когда нам удалось привлечь, например, большой общественный резонанс к злоупотреблениям при строительстве трубопровода компании «Танцнефть», большой, там по нашим подсчетам было украдено около двух миллиардов долларов. Затем, когда мы запустили проект «Распил», и это был такой пионерский наш опыт, когда мы краудфандингом на гражданский проект собрали более 9 миллионов рублей за два месяца. Это, конечно, нас окрылило. И как человек, который в бизнесе привык ориентироваться на результат, привык добиваться каких-то целей, ставить цели и идти к ним, разрабатывать стратегию, я понял, что даже в условиях достаточно репрессивной политической системы мы можем добиваться больших успехов. И от этого все пошло. Интересно, вы заговорили о краудфандинге. То есть, я так понимаю, это деньги, поступающие от людей, разных людей. Это какие-то большие, скажем, инвесторы, если можно говорить об инвесторах, которые в отсутствии возможности каким-то образом еще влиять на принятие политических решений и на то, что происходит в политике, дают деньги, в данном случае, инициативе Навального. Или это какие-то маленькие с миру по нитке, копеечка к копеечке? Я бы не говорил здесь о инвесторах, потому что поддержка нашей антикоррупционной деятельности никогда не приводит к тому, что какой-то конкретный коррупционер оказывается за решеткой или возбуждается дело. Мы работаем прежде всего, к сожалению, но прежде всего в информационном пространстве. И с точки зрения краудфандинга, это самые разные люди, которые некоторые жертвуют нам 100 рублей через Яндекс.Деньги. Некоторые, наверное, такой наиболее известный пример, это Борис Зимин, который переводит нам более крупные суммы насчет фонда борьбы с коррупцией. Но нет какого-то одного донора, который бы составлял какую-то значительную долю в том портфеле финансирования, который мы собираем. Так что нельзя сказать, что кто-то может влиять на то, что мы делаем. Ваша конечная цель, вы говорили о том, что это перемены. Каким образом расследования в области коррупционных злоупотреблений могут привести к переменам в России? Мы, безусловно, занимаемся политикой. И, как вы правильно заметили, наша цель приблизить время, когда в России наступят перемены, прежде всего либерализация политической системы, с которой пойдут перемены в других областях жизни. И поскольку участие независимых политиков, таких как Алексей Навальный, как я, в выборах затруднено разными способами, мы, то, что называется, играем на разных шахматных досках. Это и антикоррупционные расследования, это и гражданские проекты, как РАСПИЛ, РАСЯМ, РАСЖКХ, которые дают обычным людям рычаги, инструменты повлиять на то, что происходит в их дворе, в их подъезде, на дороге рядом с ними. Еще один аспект нашей деятельности – это медийная деятельность. Блок Навального стал, наверное, по популярности больше, чем многие независимые средства массовой информации. Мы в разное время издавали газеты во время предвыборных кампаний, и после она получила название «Популярная политика». То есть мы занимаемся разными видами деятельности, и, безусловно, антикоррупционная тема для нас очень важна, потому что экономическая и политическая коррупция в России стала стержнем той системы, которая выстраивалась в течение последних 15 лет. И с проявлениями этой системы, с коррупцией, как в органах власти, так и на выборах, ведь фальсификация выборов – это тоже коррупция, когда губернатор в каком-то регионе в день выборов административным ресурсом добивается того, что партия власти получает большинство, и в обмен на это центральная власть закрывает глаза на то, что деньги, которые, допустим, предназначены для улучшения дорог в регионе, он может направлять своим коррупционным дружкам. Вот вы сейчас записали такую достаточно сложную коррупционную схему для выявления которой нужно все-таки применить какой-то анализ, аналитическое мышление, пустить в ход. Но есть же ведь еще такие разоблачения громкие, просто, которые очевидны. Вот, например, последние какие-то громкие новости, которые прозвучали, это дочь Путина, средства, которыми она владеет, безумно дорогой дом. Было много громких разоблачений, это, наверное, Песков, его свадьба роскошная. Часы Пескова, это точно прозвучало. Очень дорогие часы, дом министра обороны Шойгу за сумму больше 10 миллионов долларов. Это все, как бы, это все ведь документировано. И эти последние наши расследования, они, как бы, часть большой программы наших расследований. И ни разу наши, 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 то, что мы, наши разоблачения не были опровергнуты. А это имеет долгосрочный или краткосрочный эффект, на ваш взгляд? Ну, вот люди услышали о том, что у Шойгу дом, у дочери Путина дом, и более там, что там было 2 миллиарда долларов, по-моему, да? И что потом, на какую реакцию вы рассчитываете? Одна из наших задач, это показать лицемерие нашей власти. Ведь эти дома и часы, они ведь не из воздуха получаются. Они получаются из того, что чиновники расхищают бюджет, расхищают наши с вами средства. И контраст, когда мы показываем такое показное потребление, непропорциональное доходам чиновникам, с тем, в каком ужасающем состоянии находится здравоохранение, образование, когда приходишь в больницу, в которой кровати, которым 50 лет, такие железные, отваливается штукатурка. Это, мне кажется, важный инструмент того, чтобы показать лицемерие этой власти, той системы, которую она построила. А экономика может стать вдохновителем протестов в России? Потому что последние большие протесты 2012 года, это была политика исключительно. Сейчас ухудшается экономическая ситуация, и звучат предположения о том, что в какой-то момент призывы затянуть пояса уже не будут оказывать должного действия на людей. Вот по вашей оценке, люди, у которых нет адекватного здравоохранения, которым все время предлагают продуктовую корзину свою, как-то немножко уменьшить, они могут выйти на улицы? Это сложный вопрос, на который у меня нет точного ответа, как и нет ни у кого, мне кажется. Много людей говорят об этом, о том, что экономический кризис, снижение уровня жизни приведет к каким-то социальным волнениям. И в других странах это происходило таким образом. Насколько эластичное настроение людей именно в России с точки зрения снижения их уровня потребления, снижения уровня услуг, которые им предоставляет государство, насколько это побудит людей действительно выходить на улицы. А ведь, в принципе, ничего другого-то не остается, когда инструменты обратной связи между обществом и государством разрушены, когда на выборах выборы фальсифицируются, нет никакой реальной конкуренции, когда средства массовой информации контролируются или федеральными властями, или местными властями. Они тоже не являются источником правдивой информации для людей. И единственным каналом, наверное, является такая вот уличная протестная активность. И мы понимаем, что власти этого очень боятся. Как только происходит какая-то крупная акция, перекрытие дороги, например, в каком-то регионе, обычно власти идут навстречу людям и принимают какие-то быстрые решения. И по мере того, как экономическая ситуация будет ухудшаться, наверное, таких точек напряжения, где люди будут недовольны, где люди будут, условно говоря, выходить на улицы, будет становиться все больше. И вполне возможно, в какой-то момент у власти не хватит сил для того, чтобы реагировать на все это. А если мы перенесемся еще раз в Лондон, буквально несколько дней назад открылся здесь дискуссионный клуб под патронажем, в частности, Михаила Ходорковского. Это такая площадка, на которой российские интеллектуалы ведут беседы, дискуссии, споры о будущем России. И вот у меня здесь возникла мысль и вопрос, не происходит ли таким образом вымывание остатков политической, политически несогласной мысли и интеллектуалов из России, когда дискуссии о России переносятся за ее пределы, и получается, что в России тогда нет оснований даже для того, чтобы вести такие разговоры. Я не думаю, что открытие одного дискуссионного зала или площадки в Лондоне повлияет на возможность дискуссии в России или в Лондоне. Но если рассматривать это как тренд, вот вы здесь. Это не связано с какими-то открытиями никаких залов, но, безусловно, по мере того, как экономическая ситуация ухудшается в России, по мере того, как общественная атмосфера становится более душной, и многие люди, которые могут себе это позволить, они перемещаются в какие-то более благоприятные для жизни и для свободомысля места. И в Европе Лондон, наверное, одно из наиболее популярных таких мест. Дискуссия, мне кажется, по поводу того, что происходит в России, по поводу путей выхода, ситуация идет постоянно, она не привязана к географическому какому-то месту, потому что в современном мире она происходит прежде всего в интернете, в социальных сетях, в тех независимых изданиях или средствах массовой информации, которые еще остались. Они есть как в России русскоязычной, так и за ее пределами. Вы писали, что в современном мире прежнее понятие иммигранта это понятие относительное. К России это можно? Скорее устаревшее. Устаревшее. А к России можно это применить? Мне кажется, это к всему миру можно применить. Люди перемещаются достаточно свободно. Мы видим как бы возможность того, что Россия станет более закрытым государством. Например, в последние дни в Госдуме обсуждается инициатива введения каких-то ограничений, выездных виз и так далее. Это возможный вариант, хотя я не думаю, что он является каким-то основным. Но пока границы открыты. И многие люди, с кем мы общаемся, например, здесь в Лондоне, наши друзья, которые живут здесь, они не считают себя иммигрантами. Бизнес часто находится в России. Родственники, друзья. И я уверен, что когда в России произойдут изменения, многие люди вернутся, и Россия станет магнитом для людей, которые ее любят, которые являются частью русской культуры, русского языка. Я это наблюдал в 90-е, когда Москва и Россия стали привлекать большое количество людей, которые уехали из России в разные волны эмиграции. И иностранцев, для которых в России, в принципе, интересное место применить свои силы и способности. Это все вернется. Когда вы говорите об изменениях в России, означает ли это, что изменения должны произойти наряду со сменой руководства, скажем так? Или это может произойти в текущей парадигме? Ну, когда мы говорим об изменениях, прежде всего, это либерализация политической системы, восстановление института выборов, восстановление политической конкуренции. От этого неизбежно сможет тогда выполняться общественный запрос и на справедливую правоохранительную систему, на справедливые суды, на более объективные и независимые средства массовой информации. И это, в свою очередь, станет некой такой опорой для либерализации в области экономики, которая в России тоже слишком государствлена. И, безусловно, естественное направление для России – это движение в сторону Европы, движение к европейским ценностям, свободной прессы, свободного суда, честных выборов. А как Вы можете охарактеризовать существующие сегодня в России отношения бизнеса и власти? Я недавно прочитал книгу Михаила Зыгаря, которая называется «Вся кремлевская рать» о политической и экономической истории России за последние 15 лет. И там видно, как в начале 2000-х бизнес очень активно принимал участие в политике. Сейчас мы этого не наблюдаем, и большинство крупных и средних бизнесменов не принимает участие в политике из-за понятных, объективных причин. Потому что, если твой голос является независимым, если ты в чем-то не согласен с линией партии, с линией центральной власти, то это может, безусловно, иметь большие последствия для твоего бизнеса, для твоего благосостояния. На данный момент такая ситуация. А можно говорить об ополчении бизнес-элит против власти в России после того, как были введены эти многочисленные раунды санкций? Ну, безусловно, подавляющее большинство людей, которые занимаются бизнесом, недовольны вот такой вот изоляцией России, которая привела к тому, что падает капитализация фондового рынка, закрываются возможности привлечения международного финансирования, и в целом снижается экономическая активность. И это приводит к потерям как с точки зрения текущего дохода, так и с точки зрения оценки бизнеса. Стоимость компании упала, я думаю, в десятки раз с пика, который был, наверное, до кризиса в 2007 году или в 2011, когда, в принципе, экономика чувствовала себя нормально. И, безусловно, люди недовольны, но пока они не видят какого-то канала для того, чтобы трансформировать свое недовольство политическими средствами в изменения. А вы свое будущее видите в политике, в бизнесе? Можно ли считать, вот как говорят, 100 тысяч, которые вы инвестировали в фонд борьбы с коррупцией, инвестиции в ваше собственное политическое будущее? Я думаю, все деньги, которые и мы привлекаем, и которые я передавал фонду и продолжаю тратить на нашу общественную деятельность, их очень сложно назвать инвестицией, потому что непонятно, какая и когда будет от них отдача. Я действительно хочу, чтобы в России что-то произошло, и для меня, естественно, голосовать как деньгами, так и своим временем за это. И с точки зрения баланса между занятием бизнесом и политикой, мне кажется, сейчас где-то половину времени я занимаюсь разными инвестиционными проектами, половину времени занимаюсь тем, что в составе нашей команды, большая часть которой находится в Москве, мы работаем над различными проектами, антикоррупционными, политическими, медийными. Не могу вас не спросить, вы можете не отвечать на этот вопрос, если это секрет. А какие-то еще грядут в скором времени разоблачения? Наверняка. Но я не буду сейчас, конечно, об этом говорить, чтобы сохранить... Не спорьте сюрприз. Точно, чтобы удивить вас и продолжать удивлять. Спасибо вам большое, Владимир. Хочется продолжать удивляться. Ну, хотелось бы удивляться позитивно, а не только очередному дворцу чиновника, который не может это себе позволить. Тем не менее, мы будем наблюдать за вашей деятельностью, естественно, будем ждать новостей от вас и надеемся опять с вами скоро здесь пообщаться. Спасибо, Юля, очень приятно. Спасибо.